Идущие на профит, приветствую тебя, привет, друзья, там, господа, рад вас их видеть. Лайки, подписочки, колокола, нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем. Сегодня опять необычный выпуск. Если вы смотрите это видео, значит, я чилю где-то в горах. Это ненадолго, это на несколько дней. Но, чтобы не прерывать цикличность выхода видео, решил поделиться вот такой вот видеопродукцией о том, как играть с большущим игроком, как обыграть дилера, глава и работа с новостями. Посмотрел я видео тут, почему я решил записать такое видео. Посмотрел я тут чувачка одного, он нам рассказывает о том, что трейдер, трейдер, очень известный трейдер, не буду заниматься хейтером, хейтерством, быть токсичным. Да, всех я уважаю, безусловно, люблю, но не принимаю некоторой версии. Он рассказывает, как вот есть большой кукол, большие игроки, они набирают какую-то большую позицию. Ну, короче, стандартная телега, про покупают на ямочках, продают на горочках. Но всегда после таких видео хочется спросить, ё-моё, а практическая это, практика-то, практическая часть в чём? Что я из этого вынесу? Как я на этом заработаю? И вот в такой вот концепции, что есть какой-то очень крупный маркет-мейкер, маркет-мейкерам по пасти, пацанам по масти, хочется напомнить, что некоторые маркет-мейкеры всё-таки разоряются. То есть это невеликий большой игрок, который манипулирует рынком, который играет против вас и всегда зарабатывает. Хочу напомнить, что маркет-мейкинговая компания Alameda Research, она же компания этого кудрявого Бэкмэна, Пидро, который играл на деньги клиентов, причём он думал, что он играет там с третьим, пятым, десятом плечом, оказалось там 15-20 плечо, а там, знаете, не тысячи долларов депозит даже. Там огромные деньги крутились. Я хочу вам показать, вы там думаете, что там супер какой-то игрок играет, а вот, короче, как выглядит человек, который занимается миллиардными оборотами, играет на огромные плечи деньгами своих клиентов, да, потому что у них есть инвестиционное плечо, когда они имеют там условно 1 миллиард привлекают, я не знаю, там 100 миллиардов, и в итоге инвестиционное плечо 200, а плюс ещё они внутри своих бирж кредитные портфели дают и сами кредитуются с дополнительным плечом, когда вот эти люди рассказывали о том, как они думали, что проводили сделки там с пятым, шестым, седьмым плечом, а оказалось там 20-25 плечо, да, вот вдумайтесь, и эти люди, они разорились, и очень сильно причём. Сейчас уголовные дела там, что-то вплоть до 100 лет, но я думаю, что он аббасится, и они начнут там друг друга сдавать, в итоге за сделку со следствием ему дадут намного меньше, там лет 10, ну, короче, как с Белфордом было, да, он всех там сдал, и в итоге получил там чуть ли не условно, ну, какой-то срок получил. Вот, так выглядит великий и ужасный маркетмейкер, который, в принципе, может являться маленькой девочкой, управляющий огромным питпулем, да, и не умеющим его удержать. То же самое я хочу сказать и напомнить, кто у нас великий спекулянт, это, конечно, Джордж Сорос, человек, который надломал хребёт английскому банку спекуляции фунт стерлингов, он заработал, по-моему, 2 миллиарда, что ли, на нём, на этой спекуляции, да, и его считают великим спекулянтом, то есть он спекулирует против больших компаний, зарабатывают миллиарды на том, что роняет рынки, роняет компании, но хочется напомнить, человек, который заработал 2 миллиарда долларов на том, что обвалил Банк Англии, потерял 5 миллиардов в России. А, извиняюсь, фактчекинг сделал, 5 миллиардов это вообще просто целиковая позиция, в России он потерял те же 2 миллиарда, что изработал на банке, на банках Англии. Но суть в том, что вот вы думаете, что, ну, или там кто-то думает, что есть огромный кукол, огромный чил, который контролирует всё и во всём в курсе, у него там есть алготрейдинг и так далее, а по итогу-то и теряет огромные-огромные суммы. Причём история с Бинансом также показательна, вот кажется, Бинанс там скамит своих клиентов и так далее, но взять сделку с Терролуной, да, которую я шортил, Бинанс, например, наоборот, инвестировала там миллиарды, потеряла, по-моему, миллиарды вот на Терролуне. Да, то есть правильнее сказал, нифига себе у меня память. Короче, вот, ляма не потеряли. Хотя, казалось бы, вот к чему прикасается, как этот владельец Террикса, господи, Джастин Сан точно, к чему прикасается Джастин Сан, нельзя к этому притрагиваться. Вот если, когда вот Луна стоила ещё 110 долларов, Джастин Сан сказал, всё, я буду спасать, я вкидываюсь частью своего депозита в UST, но это тогда был стейбл Терролуны. Казалось бы, ну вот всё, чувак написал, я даже, кстати, усилил шорт, ну всё, пора. Но нет, в общем, Binance потерял миллиард на этом, он всё-таки с Джастином решили, а не сыграть в этот тотализатор. Так что, если кто-то говорит, что есть какой-то большой игрок, мне становится смешно. Но более смешно, я понимаю, что есть большие игроки, и там на каждого большого игрока найдётся там средних, но поменьше, которые могут там скооперироваться в какие-то, типа вот как Alameda Research в компании, накредитоваться, забрать там у людей денег, точнее не забрать, а у инвесторов привлечь. Ну или типа как BlackRock, там тоже инвестиционное плечо очень огромное, 200 что ли у них, или сколько там, не помню. Я ещё могу это понять, мне смешно, когда кто-то размышляет, большие игроки, они покупают внизу, а продают вверху, и особенно смешно, как люди рассуждают, как они это делают, ну понятно, что они там покупают внизу и продают вверху, это всё ясно. Но более мне смешно, когда люди начинают рассуждать, типа новости, вот когда хорошие новости надо покупать, ой, то есть продавать, а плохие новости продают. Это вообще не имеет никакого значения, то есть надо запомнить, что новости это просто фон, да. Особенно очень смешно звучит, когда люди подписываются на разные чаты, и говорят, что вот сейчас я буду смотреть, как в чатиках ланкуют или шортят, и я буду играть против них. Нет, конечно, концепция очень интересная. Я сам иногда обращаю внимание, то есть если очень много людей там в розницу начинают это делать, ну а блин, одно дело это брать как фактор, но другое дело это прям торговать. Ну вот, например, конкретный пример. Я помню, это чудное мгновение, я очень много новостей читаю, это и все и дряни, но по сути, по сути, если взять, например, конкретный данный момент, так, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень много кто на этом падении Тогда заработал Биржи принудительно Закрывали шорты Плюсовые шорты за то что Не хватало тех кто Кто лангует То есть и фондирование было достаточно отрицательное И по чатам я помню все шорти Но это был супер очевидный шорт Поэтому настолько очевидно что многие Отказались шортить потому что Все были тогда Просто ланги унижали И плюс это все еще скоманулось На таком сентименте Это был просто разрыв шаблона Поэтому нету единого Такого единой технологии Как противостоять большому игроку Где он закупается Как увидеть где он закупается Сделки происходят Вне биржи То есть вот здесь вот На АТК сделках по слухам Проходили огромное количество сделок Плюс 10% к цене То есть даже несмотря на цену Там в 4000 Сделки проходили За биток по 5000 Чтобы не палить на бирже К тому же на бирже Помню кто-то выливал стакан 200-300 битков Тогда это было очень мало То есть 200-300 битков И просто внутри дня Там получали Ну там По несколько процентов Рост или падение Рынк был очень мертвый И также нету Единой технологии работы с новостями Да там например Есть например Маркировки Там некоторые лайфхаки Типа как вот С Джастин Саном Если куда-то полез Джастин Сан Шарти Это 100% 100% Гениальный шорт Вот так было С USD С биржей Таралуна Также было Что он там Трикс тоже сказал Сейчас я буду вкидываться Я тоже тогда шартил Трикс хорошо Ну то есть он Свой стейбл Спасать начал На базе Трикса Не который USDT Вот И Я помню в шарте По монете стоял Трикс Хорошо заработал Вот есть какие-то Такие маленькие лайфхаки Но Конкретного лайфхака Там Шарти против толпы Такого нету Мы все толпа Мы все розница И Большие игроки Не обязательно могут быть умными Они тоже Могут очень сильно тупить Они могут очень сильно терять Мы видим как Binance потерял миллиард на крипте Мы видим как 2 миллиарда потерял Soros Хотя казалось бы У него наверняка такие технологии передовые И алгоритмические какие-нибудь там станции Лаборатория Не знаю Они все теряют Мы все теряем Это рынок Рынок обезумевшей толпы Тут есть стакан Есть ликвидность Все Остальное вот то что мы занимаемся теханализом Это просто попытки предугадать паттерны психологические Ну по сути взять любой Не знаю там Фрактал это просто паттерн Да То есть например Если вы оплачиваете 10 раз в магазинах рядом со своим домом по карточке И где-то 11 раз вы оплатили за 300 километров от своего дома Вы нарушили какой-то свой паттерн Да А значит банк начинает спрашивать вас пин-код Или вообще блокировать карточку То есть по этим паттернам например работают банки психологические Или там паттерн например Вы же на похоронах не будете ломать шаблон И я не знаю там веселиться да Или когда у кого-то свадьба вы не будете рыдать и говорить как плохо Вы ведете себя согласно паттерну И вот какие-то паттерны и в трейдинге и теханализе Свечки эти японские Это все пытаются Пытаемся мы предугадать Но когда говорят начинают о больших дядях Ну это просто смешно Да можно там когда флэт или еще что-нибудь пообщаться в чате Где был большой игрок Чего он там брал Как он брал Где его объемы Но это откровенно говоря Не знаю как-то смешно становится И например в нашем чате Если какие-то Происходят такие разговоры Которые просто не имеют прикладного никакого значения Ты Если тебе говорит человек Что большой игрок здесь закупился Ну это Блин не знаю что за какая-то Тем более даже если он закупился Где гарантии Что он не обанкротится на 1 миллиард Ладно все Лайки, подписчики, колокольчики Надеюсь вам такой подкаст Базированный понравился Пишите интересный комментарий Может еще какие-то интересные вещи рассмотрим До новых встреч До пребудет с вами прибыль Пока Субтитры сделал DimaTorzok